Назначили нового председателя областного комитета по молодежной политике. В должности руководителя он ровно день. Первый в жизни Алексея Виноградова брифинг для такого количества журналистов оказался коротким. Главное, в чем убедил новый чиновник, ошибок предыдущего председателя он повторять не будет. Напомним, Александр Кожевников покинул пост 5 июля, проработав в должности всего полгода. Петицию за отставку главного молодежника области на ресурсе change.org тогда подписали более 300 человек. Студенты не взлюбили Кожевникова за то, что он отменил студенческую весну. Традиционное мероприятие, объединяющее тысячи младых людей. Надо проводить, безусловно, стоит проводить тот традиционный фестиваль, который был, студенческая весна областная. Но хотелось бы сказать по поводу мероприятия, которое ранее было озвучено, как Summer Stilling Fest. К этому мероприятию я планирую подключить непосредственно творческую молодежь, чтобы мы вместе, творческую молодежь, конечно же, представителей вузов, СУЗов. Summer Student Fest название поменяет и пройдет осенью в начале учебного года. Единственной преградой могут стать погодные условия. А вот студенческая весна, не прошедшая в этом 2019 году, теперь состоится только весной 2020. Мероприятие Добросаммит, объединяющее добровольцев, обретет второе дыхание, считает Виноградов. Новый формат, новое место проведения, подробности пока держат в секрете. По традиции будет проходить КВН из Орница. Ее, кстати, проведут тоже осенью. Предыдущий начальник и о ней забыл. Задачи, которые стоят перед Комитетом по молодежной политике, сегодня четкие и ясные. Их ставит в том числе и губернатор региона. Прежде всего, Алексей Виноградов продолжит и укрепит работу с высшими и среднеспециальными учебными заведениями области. Большая часть вообще молодежи, которая у нас есть в регионе, она как раз обучается и в СУЗах, и в ВУЗах. Поэтому взаимодействовать с ними – это первоочередная задача. Сразу скажу, что есть конкретная задача губернатора – обратить внимание на взаимодействие с сельской молодежью, молодежью в муниципальных образованиях. Еще одна задача от губернатора – обратить внимание на проектную деятельность молодежи и войти в грантовые программы. Большой потерей новый главный молодежник области назвал территорию смыслов, которая являлась своеобразным брендом региона. Этот форум уже не вернут, считает чиновник, но есть желание создавать новые молодежные площадки подобного масштаба и уровня. Сейчас решают, как эффективнее использовать место, где располагалась территория смыслов. Что касается дома, областного дома молодежи, тут хочется сказать огромное спасибо Владимиру Владимировичу Сипягину, что он не отдал этот дом никому, и я уверен, что и не отдаст. Поэтому двери дома молодежи всегда открыты, мы всегда готовы общаться с молодежью. Молодой чиновник отказался комментировать вопрос о недостатках работы предыдущего председателя комитета. Финансовые аспекты Виноградов тоже не комментируют, ссылаясь на отсутствие знаний. Хотя в молодежной политике Алексей Виноградов человек не новый. Закончил Владимирский государственный гуманитарный университет, факультет иностранных языков. В обладминистрацию пришел из ВЛГУ, где был заместителем председателя профсоюзной организации. Пресс-службы главного молодежника области пока нет, но конкурс на две вакансии уже открыт.